Карачаево-Черкесия уже более 7 лет участвует в государственной программе комплексное развитие сельских территорий, что позволило значительно улучшить качество жизни жителей многих населённых пунктов республики, расположенных в сельской местности, аулов, сёл и станиц. Только за прошедший год в рамках данной программы была проведена реконструкция и строительство инженерных сетей в восьми районах республики. Более подробно о том, какие задачи решает данная программа, нам рассказал заместитель министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики Мухаджир Ниров. Карачаево-Черкесия уже не первый год участвует в государственной программе комплексное развитие сельских территорий. Скажите, что за это время нам удалось сделать и вообще какие на сегодняшний день существуют проблемы на селе? Вопросы обеспечения населённых пунктов качественной питьевой водой всегда были и остаются важным вопросом. Так, в рамках комплексного развития сельских территорий, наряду с другими ведомственными целевыми программами, за 2019 год и за 2020 год в общей сложности проведено строительство и реконструкция по 12 объектам водоснабжения общей протяжённостью 51,9 километров. В текущем, в 2021 году запланировано строительство и реконструкция по трём объектам водоснабжения общей протяжённостью в 11,3 километра. На сегодняшний день проводится подготовка конкурсной документации для того, чтобы согласно 44 ФСЗ провести все предусмотренные процедуры, заключить контракт и начать практические работы уже на местности. По республике два муниципальных района вошли по исполнению на 2021 год. Это Ногайский район Уолгенхалп. Строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяжённостью 7 километров. А также замена ветвих водопроводных сетей по Абазинскому району Уол Кубина 3 километра. И АУЛ Ильбурган 1 километр. По планам все предусмотренные строительно-монтажные работы будут завершены до наступления осенних морозов. В общей сложности, учитывая на сегодняшний день важность, значимость, актуальность бесперебойного качественного снабжения питьевой водой жителей республики, в рамках поручения главы республики на сегодняшний день Министерством сельскохозяйства республики совместно с администрациями муниципальных образований, муниципальных районов, сельских поселений и специалистов УКСА проделана огромная работа по подготовке заявочной документации на 2022 год. На сегодняшний день в комиссию по отбору проекта Минсельхоза России подано заявки от Минсельхоза КЧР под 23 объектом водоснабжения общей протяженностью 239 километров в разрезе практически всех муниципальных районов республики. Кроме водоснабжения, которое является одной из важнейших проблем, которые благодаря исполнителям власти республики, благодаря федеральным целевым программам сегодня решаются в рамках комплексного развития сельских территорий и иных профильных ведомственных программ, важными еще вопросами является это обеспечение газоснабжения населенных пунктов. Хотя, значит, уровень газификации населенных пунктов в нашей республике очень высок, но, тем не менее, остаются еще вопросы по газификации микрорайонов наших населенных пунктов, которые розданы в рамках исполнения указа главы, не главы, а президента Российской Федерации по обеспечению земельными участками многодетных семей. Данные массивы по всем районам предоставляются. Естественно, по этим массивам необходимо провести инженерные сети. Это те же водопроводные сети, газовые сети, проведение электроснабжения и дорогу общего пользования. По какому принципу отбираются населенные пункты и те виды работ, которые необходимо там выполнить? Хочу сказать, что в последние два года внесены изменения по реализации программы комплексного развития сельских территорий в части подготовки заявочной документации. На сегодняшний день необходимо для того, чтобы войти в программу, инициативная группа данного отдельного сельского поселения обращается в администрацию сельского поселения, озвучивает инициативу об актуальности, необходимости проведения определенных видов работ, будь то строительство каких-то линейных инженерных сетей или объектов социально-культурного назначения. Администрация сельского поселения проводит публичное слушание. Потом совместно с администрацией муниципального района готовят заявочную документацию, готовится проект паспорта, готовится проектно-смертная документация, проводится соответствующая экспертиза, и вся эта документация направляется в комиссию Министерства сельского хозяйства субъекта по отбору проектов. Уже на уровне субъекта, на уровне Министерства сельского хозяйства КЧР проводится заседание комиссии по отбору поданных проектов. Но основная задача комиссии – это помочь в правильной подготовке данной документации, и в последующем уже по отбору проектов подается заявка от Министерства сельского хозяйства КЧР в комиссию по отбору проектов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Еще там рассматривается. Рассматривается в этом году по тем проектам, которые мы подали в заявочной документации. Планируется в мае месяце провести заседание по защите и отбору данных проектов. Программа в том числе подразумевает и обеспечение занятости на селе. Каким образом это будет происходить? Мы все знаем, что имеются большие вопросы по ремонту, реконструкции имеющихся зданий, сооружений, социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, дома, культуры, которые расположены в сельской местности. И согласно действующим программам, в том числе и комплексам развития сельских территорий, получается возможно заниматься этими важными вопросами. Если взять период строительства по всем этим объектам, на период строительства, хотя оно временно, но создаются рабочие места. А после строительства и ввода объекта в эксплуатацию, будь то это инженерные сети, будь то это иные сооружения, социальные инфраструктуры, необходимо их содержать, необходимо их эксплуатировать. В этой связи создаются дополнительные рабочие места. Это естественно. В рамках данной программы выдаются еще субсидии на улучшение жилищных условий. Кто может претендовать на такую помощь? В рамках комплекса развития сельских территорий, одной из программ является улучшение жилищных условий жителей сельской местности. В рамках данной программы возможно субсидирование недостроенного индивидуального жилого дома в сельской местности для граждан, проживающих в сельской местности, а также приобретение индивидуального жилого дома для граждан, проживающих в сельской местности, а также для специалистов в социальной сфере, переезжающих из городов на территорию сельской местности. По вашему мнению, сможет ли данная программа решить проблему оттока населения, если такова имеется в населенных пунктах нашей республики? На сегодняшний день говорить о том, что и существует проблема тока населения из сельских населенных пунктов, ну, говорить, наверное, неоднозначно. На сегодняшний день, если таковое даже имеется, мы наблюдаем в последнее время процесс, который, наоборот, идет в обратную сторону. Те граждане, которые у нас переехали из сельских населенных пунктов в города, на сегодняшний день, они уже активно возвращаются на территории наших сельских поселений. Мы все являемся свидетелем тех масштабных преобразований, которые произошли в последние 10 лет у нас на территории республики в разрезе каждого муниципального района и каждого сельского поселения. Все то, о чем мечтали наши сограждане, жители наших сельских поселений, в течение десятков лет, воочию мы увидели в реализации за последние 10 лет. Благодаря руководству республики, благодаря руководителю нашей республики, мы видим масштабное преобразование насилия. Это строительство дорог местного значения, это строительство дошкольных образовательных учреждений, строительство ремонт школ, детских садов, домов культуры, фапов, больниц и многое-многое другое. Если, например, жители ближайших населенных пунктов, это село Чапаевское, Хотор, Дружба, Аул, Псыр, ребята на тренировки выезжали в город Черкесск, почему? Потому что в данных населенных пунктах, в данных районах не было своих спортивных объектов. На сегодняшний день мы видим прекрасно спортивные объекты в этих трех населенных пунктах, так же, как и практически по всем населенным пунктам нашей республики. Получается, что цель и задача данной программы – это сделать село более привлекательным? Целями и задачами данной программы являются для того, чтобы достичь максимальных параметров, для того, чтобы жителям наших населенных пунктов было комфортно проживать, жить, работать на территории своих же населенных пунктов. Субтитры создавал DimaTorzok